И хроникой коронавируса. По всем прогнозам, минимум через две недели Украину накроет третья волна пандемии. Уже три области в красной зоне, Киевщина на этой неделе попала в помаранчевую зону. Количество заболевших в Украине ежедневно превышает 10 тысяч человек. Причем, увы, рост заболеваний фиксируется и в других странах. США по-прежнему на первом месте, у нее заболело более 29 миллионов человек и более 530 тысяч умерли. Индия на втором месте, более 11 миллионов заболевших, 150 тысяч умерших. Бразилия почти 11 миллионов заболевших. Россия 4,3 миллиона заболевших, причем за последние сутки более 11 тысяч. Украина на 17 месте. Германия продолжила локдаун. В Греции запрещено выезжать за пределы муниципалитетов. В Италии запрещен экспорт вакцин. Комендантский час введен в Словакии. Во Франции введен карантин выходного дня, а ресторан и кафе не работают с 18.00 до 6 утра. Канал 1плюс1 в четверг провел беспрецедентную акцию впервые в истории и не только Украины. Вакцинацию провели в прямом эфире для 10 врачей и общественных деятелей. В том числе и для ведущей этого проекта Натальи Масичук. Через 28 дней они снова в этой же кампании встретятся на канале 1плюс1, чтобы провести повторную вакцинацию. А еще в этой же программе показали мини-ролик беседы Комаровского и Гордона. Вы будете вакцинироваться? Однозначно. Будете? Конечно. А мне что-то не хочется? Вот я бы чего очень хотел, чтобы если вам не хочется, что если публичному человеку не хочется, пусть он лучше промолчит. В коммерческих больницах вакцина ожидается не раньше лета осени 2021 года. А на этой неделе мы брали интервью директора нашей больницы Ярослава Вольского. И вот, что он сказал по поводу вакцинации и получения вакцин Славутича. Первая хвиля в большинстве случаев это безсимптомное протекание. Вторая, вы видите, хвиля в нас была тяжковая. Багато пациентов мали двустороннее запаление легень. И анализируючи ситуацию, в большинстве случаев кто потребовал стационарного лекарства, они потребовали кисневой поддержки. Практично основная помощь, которую нужно было дать пациенту с ковидными пневмониями, это кисневая поддержка. Дивимось сейчас, что происходит с третьей хвилию. Третья хвиля немного тяжелая протекает. До речи, вражаются молодые версии населения. 20 плюс, 20 и старше. Наверное, уже дети хвориют и в детей диагностуются ковидными пневмонии. Ранее этого не было. Поэтому я закликаю жителей, если будет возможность, она будет, готуйтеся до вакцинации. До вакцинации готовиться нужно. Цю вакцинацию нужно пройти, потому что практически это единственный шанс не захворить, а если захворить, то перехворить в легкой форме. Поэтому я всех закликаю, нам нужно будет вакциновать. А когда вакцины, с вашей точки зрения, может быть у вас прогноз есть, какие-то сведения прибудут в Славутичу? Я думаю, в ближайшем времени, в этом месяце 100%. Питание, когда. Мы готовы. У нас створены две команды, которые будут, в том числе, выезжать. Бои были когда-то даже питания у нас, что делать, когда пожила людина дома, которая не может выйти. Без вопросов. В первую очередь, вся ответственность ляже на семейного лекаря. Только после рекомендации семейного лекаря наша команда будет выезжать и щеплювать людей, в том числе, по месту проживания. Но, опять же, в первую очередь, нужно обратиться к семейного лекаря. Полную версию этого интервью смотрите на следующей неделе, 11 марта, в 19.10. До встречи.